Теплоходы, все это наблюдаем, салюты, все. Мы вообще в прекрасном месте находимся. Это сегодня Вера Рыжова, полноправная владелица квартиры с панорамным видом на город, море и склоны Кавказских гор. А еще недавно Вера и 700 ее соседей считались обманутыми покупателями. Москва – один из жилых комплексов, строительство которого было брошено на полпути. Застройщик – сочинец Анзор Пруидзе в тюрьме. А пока дом достраивает инвестор. Вот внутри квартиры мы не ощущаем недостатков, которые есть в окончании благоустройства нашего дома. Каждый у нас в квартире, он создал свой рай. Нам надо завершить отопление, которое мы, к сожалению, обогревателями электрическими сейчас пользуемся. Администрация сыграла роль в том, что она нам в конце концов сумела найти инвесторов, договориться обо всем. Естественно, без администрации мы бы не смогли ничего этого сделать. Потому что прийти к общему согласию 700 квартир, все собственники – это невозможно. Но с помощью инвестора, который нам предоставила, то есть администрация нашла инвестора, у нас решаются все проблемы. Свет в доме есть, работают лифты, сети водоснабжения тоже проведены. Жители не устраивает лишь напор воды в кране. И тем не менее, в 60 квартирах люди уже живут от безысходности. У нас полностью готовы все сети. И теплотрассы смонтированы, и ТП смонтированы, и насосы-повысители стоят. У нас все готово, у нас нет вот такого маленького отрезочка между сетями городскими и нашими. И вот за это, за врезку, надо 8 миллионов. И частично, возможно, будем привлекать инвестора, который был озвучен на Нежведовственной комиссии. Это Тодо Александр Андреевич. Он обещал нам оплатить воду и отопление. Как говорилось на Нежведовственной комиссии, это будет сделано за счет объектов-доноров ПРУИЦа. То есть это горизонтов и затрон, они будут достраиваться, у них там есть свободные площади. И частично какие-то средства пойдут на наш дом. 700 человек собрать, которые не живут, не то что в Сочи, а многие в стране вообще не живут, и собрать с них деньги, это просто нереально. Поэтому с помощью администрации нашли инвестора. Инвестор помог нам сделать внутренние сети электроэнергии для подключения электричества. Вот в марте 2019-го мы его уже подключили. Комплексная работа, которую проводит сочинская мэрия, позволила исключить из реестра проблемных 12 объектов. Это из ЖК «Москва» и 15-этажка на Пасечной от застройщика «Ида». Здесь также заключено инвестиционное соглашение о намерениях окончания строительства. Проще говоря, найден инвестор. Когда мы зашли в июне 2019-го года, мы даже не могли представить, что настолько плачевное состояние. Инженерные сети были не проведены ни внутренние, ни внешние. Не было системы отопления, пожаротушения, системы отведения, дымоудаления. Не были выполнены фасадные работы, внутренняя отделка коридоров, лифтовых холлов, благоустройство территории. Технические условия были все просрочены. Сделали на 90% практически все. Подвели сети, провели внутреннюю электрику. На данный момент наша компания абсолютно безвозмездно уже потратила более 60 миллионов рублей. Еще 15 нам необходимо доплатить подрядчикам при завершении работ. Времена смуты, длившиеся 11 лет, прошли, говорят сами дольщики. У меня уже два внука за это время родилось. Действительно, мы воочию видим, что достройка идет полным ходом. И как бы сказать, что недалеко то будущее, когда мы будем заселяться в это, это как бы уже реально все. Котельная стоит, подстанция стоит, инженерная коммуникация, электрика, все разбросано. То есть, ну как бы все в порядке идет. Большая благодарность, конечно, администрации. По два, по три заседания, круглый стол и прочее, прочее. То есть, там все было. Департамент строительства, администрации, все замы, все было. Мы сидели, все решали, и думали, и не думали, и гадали. И в итоге, да, в итоге, да, получилось все. Инвестор обещает, новоселье дольщики отметят вместе с Новым годом. А вот еще один пример социальной ответственности бизнеса. Известный в Сочи застройщик Шамиль Нунаев достраивает печально известный жилой комплекс «Фристайл», не менее известный компании «Вант». Долгострой находится в завокзальном микрорайоне на улице Трунова. Строить его начали больше десяти лет назад. Вернее, просто поставили коробку. И на этом все. Обманутыми остались 130 дольщиков. Причем средства граждан привлекались незаконно. Разрешения на строительство не было. Застройщика объявили банкротом. С, казалось бы, мертвой точки дело все-таки удалось двинуть. Администрации определен инвестор, который получил статус нового застройщика. Самое сложное, конечно, это правовая часть этих объектов, где присутствуют обманутые дольщики. Бесчисленное количество судебных процессов, арестов. Ну и в банкротстве находятся предприятия. Со стороны администрации есть полное взаимопонимание и поддержка в рамках их полномочий. Мы понимаем всю ответственность и с задачей справимся, сдадим срок. Хотя есть проблемы проектного финансирования. Банки, там где существуют проблемы банкротства, неохотно дают кредиты и отсутствует проектное финансирование. Но мы стремимся как можно быстрее снять эти проблемы, аресты, судебные решения, чтобы прийти к КЗ-214 и появилось финансирование. А пока приходится реализовывать свои старые проекты, к сожалению, жертву вот этих вот, чтобы закончить, сдержать слово. Таким же способом Нунаев достраивает еще два вантовских долгостроя на улице Теневой и аллеи Челтенхэма. От него зависит и будущее ЖК-курортный, что на улице Медовой в Адлере. Чтобы удовлетворить требования, 800 дольщиков инвестору потребуется 3 миллиарда рублей. Разумеется, есть и коммерческая выгода. Строить предпринимателю разрешили больше, чем было запланировано изначально. В целом же на сегодняшний день права 3320 граждан уже удовлетворены. На очереди еще 4000 обманутых дольщиков и покупателей. Сегодня эта работа у нас только усилилась, только набирает обороты, скажем так, для того, чтобы в ближайшее время ее завершить. Остается у нас на следующий год, на 2020 год, 17 объектов, 9 из которых у нас в плане графики ввода в течение 2020 года, 6 из которых у нас переходные на 2021 год. В этом же списке два объекта находятся, которые не имеют инвестиционной привлекательности, которые будут достраиваться за счет средств фонда, фонда обманутых дольщиков. Инвестиционной привлекательности не имеют объекты компаний «Сочи Абсолют» и «Ида». Там ведется процедура банкротства, а также направлены предложения в Краевую администрацию о завершении строительства за счет средств Краевого фонда помощи дольщикам. Таким образом, к концу года 12 объектов уже навсегда покинут печальный список проблемных долгостроев.